Добрый день, с вами Георгий Зобыч, мастер спорта в СССР, отличник физической культуры и спорта России. Сегодня я поговорю о федерации ВДФПФ и АПФ. Почему о ВДФПФ? Было очень много вопросов, почему я не провожу соревнования, как выполнить норматив КМС, даже ему лёжа, существует ли сейчас федерация ВДФПФ, ну такого плана. И я расскажу о ВДФПФ, как выступала команда спортстудия в этой федерации. Немножко истории. Эта федерация всемирная, федерация пауэрлифтинга без допинга, без допинга. Она была организована в 1988 году. Отличие её от многих федераций было то, что она проводила безэкипировочный дивизион. Тогда не было федерации, где можно было выступать безэкипировки. И в 2003 году, встретившись с Андреем Индиком, он меня уговорил выступать в этой федерации. Я слышал, что до этого Владимир Пилипенко, тренер сборной Ленинграда по пауэрлифтингу, организовал раз команду, и они съездили в Польшу на чемпионат Европы. Выступили там атлеты прекрасно, но сразу же были дисквалифицированы после допинг-контроля. В 2003 году, после встречи с Андреем Индиком, я решил выступать в этой федерации. И с 2004 года я и многочисленный коллектив спортстудии выступали в этой федерации. В Российской федерации вначале мы выигрывали командные все соревнования, которые проходили в России. Коллектив был очень сильный, и выступали ветераны, юноши, юниоры и девушки. Что хочется сказать, что в 2004 году Максим Тихомиров и Сергей Агентинов съездили в Америку, в Атланту и в штате Джорджия на чемпионат мира. Выступили они там прекрасно, став призерами, и у меня появилось желание съездить на чемпионат мира или на чемпионат Европы. И на 2005 год я запланировал поездку в Италию на чемпионат Европы в отдельных упражнениях. Вот еще один плюс этой федерации, что она проводит ежегодно чемпионаты мира по пауэрлифтингу Трибории и в отдельных движениях. И в чемпионаты Европы по пауэрлифтингу и в отдельных движениях. Со мной собрались Андрей Коган, Андрей Тюшов и Николай Муль. Съездили мы в Неаполь очень хорошо. Все вернулись оттуда чемпионами в Европу. И мы с Андреем Коганом еще установили ряд мировых рекордов. Воодушевленный этим выступлением, я спланировал сразу же в октябре съездить на чемпионат мира. Таким же составом мы съездили на чемпионат мира и выступили как паркоперку. Вернулись с чемпионами мира. Этот чемпионат был тоже в отдельных упражнениях. И уже в декабре от нас, от спортстудии, поехали Анатолий Дубров и Юлия Ткач на чемпионат мира по пауэрлифтингу в Трибории в предолимпийский Турин. И Юля, и Анатолий Васильевич выступили прекрасно и стали там чемпионами мира. Потом пришел 2006 год. Также я выступил в Италии, в Милане на чемпионате Европы отлично с Иваном Минаковым. И этот турнир отличался тем, что мы российской командой впервые стали призерами в командном зачете. Выступали очень сильные атлеты Владимир Сущак, Михаил Вебер. И я впервые поднялся за команду на третью ступеньку пьедестала подсчета и получил большой кубок. Потом 2007 год в Швейцарии был приятным и для команды. Мы выиграли тогда чемпионат Европы в командном зачете. И от спортстудии выступали те же все лица. И еще присоединился к нам Олег Синица, юниор. Он выступил там прекрасно, установил мировые рекорды и стал чемпионом Европы. А уже в 2008 году в Бельгии он стал чемпионом мира. Пожав 190 килограмм и среди юниоров, он также стал абсолютным чемпионом. Что и нас радовало, и его естественно радовало. Потом были уже Англия еще раз, опять Италия, Франция. Два раза чемпионаты Европы проводились в Эстонии, где прекрасно выступала российская команда. И естественно основным костяком был коллектив спортстудии. Последний раз я выступил в 2011 году на чемпионате Европы по версии ВДПР в Эстонии. Там многочисленная команда спортстудии выступала. Хочется отметить Ксению Голодюк. Она стала чемпионкой по жиму среди юниоров, чемпионкой Европы. И братьев Новожиловых. Братья тренировались у меня в течение пяти лет. И вот это их успех. Они стали серебряными призерами по жиму. Лежа в экипировке и без экипировки. Второй участник выступал. И после прохождения допинг-контроля украинские результаты были дисквалифицированы. И звание чемпионов досталось Вадиму и Борису Новожилову. Я рад за них, что тренинг в спортстудии не прошел даром. Сергей Морозов стал там чемпионом Европы. Потом он во Франции стал чемпионом мира по жиму Лежа. В Эстонии также прекрасно выступила Анастасия Александрова. Она стала абсолютной чемпионкой среди женщин с мировыми рекордами. Не надо иногда говорить, что ВДФПФ там очень легко выступать. Я, например, в течение трех или четырех лет сдавал по два по три раза допинг-контроля. А Владимир Сущак, мне кажется, сдавал. Он выступал в этой федерации. После прохождения допинг-контроля приходит тест. Если человек сдал допинг-контроль с положительным результатом, он дисквалифицирует пожизненно. Что еще можно охарактеризовать? Какие плюсы или минусы в этой федерации? Минус, наверное, такой, что приходится ездить на соревнования за свой счет. Стартовые износы. Но стартовые износы не такие большие. Как я помню, что от 30 до 60 евро за одно движение или дивизион. Участие на чемпионатах Европы и мира по версии ВДФПФ, конечно, требовало материального какого-то ресурса. Все поездки были за свой счет. Стартовые износы. Но мы благодарны компании «Хорс» в лице Дениса Викторовича Захарова за то, что иногда они нам помогали и с проведением соревнований, и на поездки на чемпионаты Европы и мира. Огромное им за это спасибо. И чем привлекательна эта федерация, что соревнования проходят четыре раза по чемпионатам Европы и мира и в разных странах. Эстония, Германия, Франция, Англия, Италия, Бельгия, Швейцария, Америка, Австралия. То есть не просто где-то в постсоветском пространстве. И еще большой плюс, что, например, в некоторых странах, как Эстония, Германия, Бельгия проводят отдельные чемпионаты, открытые. И от спортстудии, например, Николай Мулин, двукратный чемпион Германии. Абсолютными чемпионами Эстонии в жиме лёжа были Эдуард Саитов и Дмитрий Спиридонов. Юлия Антипова и Юлия Лавыкина были чемпионками Эстонии. Я и многие атлеты, и спортстудии, и российские выступали и по всем движениям, и в экипировке, и без экипировки. Я, например, часто выступал еще и в открытой категории. То есть среди мужчин, не только среди ветеранов. И я хочу сказать, что среди мужчин я трижды становился чемпионом мира и Европы в приседаниях. И результат был достаточно большой, 235. Мне однажды приходилось приседать, чтобы выиграть эти соревнования. Ну а в тяге, например, я не такой сильный. И среди ветеранов я иногда был просто призером в своей группе. А тяга, например, у мужчин была для меня зашкаливающим результатом. И, например, Андрей Коголь, рекордсмен мира в жеме с результатом 172 килограмма. Я тоже считаю, что в 75 это очень хороший результат, Андрей. Ну, прекрасные результаты показывал Анатолий Васильевич Дугров в своем 70-летнем возрасте. До меня доходили слухи, что я раздаю удостоверение мастеров, международников налево и направо. Да, в 2007 году были разработаны нормативы мной и Владимиром Сущаком. И те, кто выполнял определенный норматив, мы подавали удостоверение. Удостоверение выглядит, например, мастер спорта международного класса по версии ВДФП вот так. Подписывалось это удостоверение президентом федерации Вимом Бекелантом. И мы выдавали его потом спортсмену, который выполнял норматив мастера спорта международного класса, например, на чемпионатах Европы или мира. Моей подписи там и не существовало. Федерация ВДФП существует и работает по сегодняшний день. Пример тому, что в 2015 году, в октябре, Павел Перов стал пятикратным чемпионом мира среди ветеранов. С прекрасным результатом 220,5 килограммов жены лежа без экипировки. Мы его поздравляем, потому что это очень значимый результат для спортсмена преодолеть 200-килограммовый рубеж. Возглавляет российское отделение ВДФП сейчас Краснородский Владимир. Он живет в Московской области и, естественно, в основном соревнования российского масштаба происходят в Московской области. Связывайтесь с ним, пишите ему, договаривайтесь о выступлениях российского или мирового масштаба. Вот я вкратце рассказал о выступлении команды спортстудии Федерации ВДФП и следующая часть будет о выступлении команды спортстудии Федерации АйПиев. Ждите следующую часть. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.